Доброе здоровьи, уважаемые посетители канала! Ну что, поработаем с письмами. Здравствуйте, Петрович читал ваши книги. У меня есть два тома целительных сил. С удовольствием смотрю ваши передачи на YouTube. Огромного спасибо. У меня 52 года. Уже лет 30 есть распространенный остеохондроз. Так, смотрите. У меня есть, и я смотрю. Есть и смотрю книги. Кроме того, гастрит и калит. Далее, после перенесенного ковида в феврале этого года было осложнение, радикулит, прострел, после которого все трудно восстанавливается. Насколько я понимаю, человек смотрит на YouTube передачи, целительные силы он имеет, но пока он ничего не делает. Из письма, насколько я понимаю. А вот если бы он что-то делал, вот что-то делал, было бы совсем другое. То есть, здесь бы и распространенный остеохондроз прошел бы после очищения организма. Толстого кишечника, печени, вот вы знаете, как говорится так, гастрит, калит, все это следствие неправильного питания, следствие того, что человек переживает, все это уходит. То есть, это не какие-то там такие, тем более уже лет 30 распространенный остеохондроз, это говорит о том, что имеется в образе жизни целое направление неправильного поведения. В питании, там допустим, где-то там в эмоциональном состоянии и в другом, что вот это все поддерживается и дальше развивается. Так, после того, как человек перенес вот это вирусное заболевание, осложнение радикулит, там прострел, я бы так сказал, что обычно от этого, ну, так сказать, если в 5% случаев это может возникнуть, в 5% вот может быть, я допускаю. Но, в основном это возникает радикулит, прострел, совсем от других причин. 52 года, этот самый, возраст ветра, то есть, в организме уже сухость и холод. Кстати, распространенный остеохондроз потихонечку, кстати, как гастрит и калит, это вот как раз вот следствие первоизбужденного жизненного принципа ветра. Ну, мы сейчас остановимся на радикулиты и прострелы, ведут к тому, вот этот возраст и особенно сейчас зима, что ткани организма начинают сжиматься. А раз они начинают сжиматься, начинают зажимать, зажимаются нервы, идут спазмы по позвоночнику, позвоночному столбу и, пожалуйста, прострелы и так далее. После которого мне трудно восстанавливаться. Ну, восстановиться можно тогда. Так, далее читаем. То есть, я по ходу этого письма сразу же вот комментарии свои и рекомендации. Так, напряжение и боль при наклонах и физической работе. Ну, естественно, во время всего этого работают, значит, мышцы, которые от физической нагрузки еще вдобавок напрягаются, еще сильнее зажимают. Поэтому и возникает боль. Боль в спине при беге. Есть такое дело. То есть, вы знаете, когда человек вот вошел в вот это вот нездоровое состояние с позвоночником и не может никак его расслабить, не может никак поработать с сухостью и холодом в своем организме, вот эта вот проблема начинает прогрессировать. Так, при всем моем самолечении, я не знаю, что за самолечение, результаты очень скромные, немного получше. Здесь надо расслабить вот это все, а именно, смотрите, вот сразу, а как вот расслабить напряжение и боль при наклонах? Здесь надо использовать прогревающие теплые ванны, чтобы вот это произошел, вот этот прострел, вот этот вот спазм, он смог расслабиться. Втирание в эту область оливкового масла для этого. И, естественно, спокойное состояние сознания. Так, МРТ показывает протрульзию дисков во всем поясничном отделе. Значит, чаще всего, как раз, именно в поясничном отделе происходят спазмы, потому что именно там локализуется вот этот сухость и холод, когда они начинают перевозбуждаться. Они проявляются именно там. То есть, от сухости и холода это все начинает сжиматься, зажимается. Если с одной стороны зажалось, значит, все эти мышцы вот здесь спазм с одной стороны, а здесь еще более нормально, позвоночник. Значит, сюда начинают выдвигаться эти межпозвоночные диски, возникают вот эти протрузии. И пошло, поехало и так далее. Пробовал три месяца самовнушения и целую. Так, три месяца самовнушения. Здесь не самовнушение, а расслабление должно быть. Это, кстати, Олег пишет, я так скажу. Олежек, надо не самовнушение, а расслабление. Вот надо расслабиться. Самовнушением расслабиться, конечно, можно, но вот лучше бы вот это сделать то, что я вам сказал. В ванной, в теплый ванной, цигун, составлял сам цигун, цигун, работа с энергией. То есть, опять-таки, если уж работа с энергией, она должна была направлена на то, чтобы расслабить этот отдел. Хожу пять километров пешком ежедневно. Хорошо, хорошо. Ходьба очень хорошо помогает, вот как-то, знаете, вот в той области. Дать работу поясничного отдела и в то же время его расслабить. И при этом очень важно, вот если человек так просто пойдет, то все-таки вот эти вот спазмы могут о себе давать и как-то неприятно будет ходить. Очень хорошо, если вы возьмете вот ремень штангиста или еще какой-то там такой пояс, как корсаж. И вот эта вот область, вот эту вот поясничную, поясничную вот эту вот область, вы ее, так, ваш заказ пришел в та линия. Хорошо, все, все. Чтобы вот этот корсет в виде пояса, он снял часть нагрузки с вот этих вот тонических мыс, которые как раз и зажались. Именно они зажимаются. А дальше там уже еще идет, как бы сказать, вот этот спазм. И это будет способствовать тому, что начнется расслабление. Итак, рекомендация дана во время ходьбы, чем заниматься. Делаю массаж мячиком. Упражнение лёда, лёжа от них болит голова, виски, может это повышенное внутричерепное давление. Не знаю, не буду я насчет вот этого говорить. Значит, делаю массаж мячиком. Но не получается. Значит, здесь, как бы сказать, вот этот массаж, он тоже вот, мы думаем, что вот с помощью массажа расслабим. Но бывают настолько такие какие-то спазмы, особенно вот этих вот тонических мышц, расположенных вдоль позвоночного столба на пояснице, что их как-то вот этим вот массажом особо и не расслабишь. А наоборот, еще может произойти в некоторых случаях еще более сильный спазм. Так, летом сам делал тадикам, компресс на спину. Ну что, результат опять же не почувствовал. Не вызвало. То есть, нету, нету эффекта расслабления. То есть, опять, ни массаж не дает этот эффект, ни тадикам не дает этот эффект. Хотя, некоторым помогает и то, и другое. Так, чистое голодание мне нельзя. У меня калит, появляются спазмы. Вот, вот и все. То есть, у этого человека хронически почему-то появляются спазмы. Вот такой спазм, затяжной причем, произошел в районе поясницы, и он там и застыл, и остался, и есть. Значит, что спазм поддерживает? Спазм поддерживает в первую очередь это эмоциональное состояние. Если человек чего-то боялся, чего-то переживал, чего-то такого, а вот после перенесенного, значит, вот этого вирусного заболевания, человек, значит, беспокоился за свою жизнь или еще что-то такое, это вот эти вот эмоции могли вызвать, вот такой, значит, спазм они могли вызвать. Значит, надо успокоиться, в первую очередь это успокоение. Такое глубокое, глубинное успокоение. Далее. Для того, чтобы непосредственно воздействовать на мышцы, на вот эти вот глубинные мышцы, вот их там ни мячиком, видите, ни тадикап не берет, а вот я думаю, именно теплые ванны. Кстати, необходимо было бы спросить, а нет ли у него запоров или стула с твердым этим самым, твердого стула. Так, у меня коллег появляется спазма. Так вот, смотрите, если человек, человек, вот, голод, он, когда человек входит в голодание, в течение, допустим, первых там трех-пяти суток, вот этот идет настройка, у него может действительно какие-то обострения быть, там появляются спазмы и так далее. Но, когда где-то вот за пять дней человек уходит, организм начинает рефлекторно расслабляться, и вот эти спазмы, которые имеются, они начинают проходить. А отпускает, лично у меня такое было. Вот было такое, спазм был сильнейший, я не знал, что делать. Поголодал, буквально-таки где-то, сколько, где-то суток шесть у меня вот это вот прошло. И как будто ничего не было. Так, колит. Колит тоже хорошо подается голоданию. Далее, колит. Мы с вами используем семя тмина. Об этом я уже много говорил, что и как делать. Семя тмина. Так, и все этот, и колит уйдет, гастрит уйдет от того, что человек начнет питаться раздельно, не спеша, правильно сочетая пищевые продукты и их последовательность. Жидкости до еды, потом, допустим, вот что-то там твердое и все. И причем где-то одно желательно блюдо для того, чтобы никаких раздражений не было в желудке, чтобы он мог справиться. А не то, что намешали колбасу, картошку, редиску, соленых огурцов и еще съели конфетку или еще что-то там такое. То есть, это все убирается вот так вот, оп, и вся недолга. Если знать, а если не знать, оно вот так вот и будет прогрессировать. Так что голодание все это прекрасно сделать мне нельзя. Просто вы не дошли до тех, как бы сказать, сроков, когда проявляется положительный эффект. Делу разрушку раз в неделю на фруктах или на каше. Значит, вот смотрите, здесь разрушка на фруктах не подойдет, потому что она как раз, вот человек думает, что я делаю разрушку на фруктах. И смотря на какой каше он это все делает. То есть, какая-то может быть грубая каша, фрукты могут быть, естественно, сырые. И все это способствует переразбуждению этого самого ветра. И только и поддерживает вот этот вот калит и, будем говорить, все остальное. Нет, тут неправильно. Если хотите снять спазм, надо просто поголодать за 5 суток туда уйти. И спазм уйдет. Дальше вы там выходите. А если вы хотите делать разрушку, значит, вот разрушку, лучше вы ее делайте не на фруктах, а лучше раз в 2 недели просто-напросто поголодайте на воде. Вот на воде поголодать. Либо вообще, знаете, вот эта разрушка может заключаться в том, что вы, по сравнению с тем, что вы съедаете, вы в этот день скушаете раза в 2, а лучше в 3 меньше, чем едите. Так, летом так разрушался 5 дней на фруктах, отдыхе опять 5 дней на фруктах. Ну, вот как-то люди считают, что это какая-то там разрушка или еще что-то такое. Ну, и может быть, даже летом это и хорошо может быть. Не возражаю. Может быть, человек чувствует легкость, может все это там такое. Но, смотрите, вот эти вот фрукты. И теперь мы с вами гастрит и калит. Значит, 5 дней на фруктах, 5 дней обильного поступления фруктовых кислот в желудок может вызвать гастрит, воспаление слизистой оболочки желудка. Я думаю, что может. А вот если вот эти вот фрукты, допустим, какие-то обработают так, допустим, запечь их. Вот яблоки печеные или еще что-то такое печеное было бы. Чтобы не было фруктовых кислот. И вот эти вот просчеты и ошибки насчет того, что фрукты, они там что-то там сделают, полезны. Вот в данном случае они не работают. Более того, они могут работать как раз со знаком минус. То есть человек думает, что я оздоравливаюсь, а на самом деле его здоровье только показывает, что нет, никакого оздоровления нет. Поэтому надо, стоп, машина, и опять переосмыслить, что, что, как. Завести дневничок и, значит, от каких продуктов у вас ухудшение, улучшение и так далее, и так далее. То есть здесь говорится о том, организм не изучен, и поэтому вот такие вот рекомендации, я обычно не даю таких вот рекомендаций, что тут разгрузка и так далее, там вот это все. Это какие-то другие рекомендации, которые вот могут к таким вот вещам и приводить. Результаты на просмотрщике не почувствовал. Вот, естественно, его и не может быть. Что фрукты сделают, что они сделают, когда надо снять спазм. Вы немножечко соображаете. Нам нужна не разгрузка, в данном случае, а снятие спазма. Как мы это можем сделать? Я уже раз говорил. Так, трудно заставить себя пить лишнюю чистую воду. Ну и не надо, что вы ее заливаете? Что вы думаете, она вас промоет или что? Поэтому организму она и не нужна, и поэтому трудно ее заставить. Так, виброгимнастика дороговато для гимна... Виброгимнастика, я не знаю, что это такое, как там, где там... Как тут вибрация осуществляет. Поэтому я ничего не могу сказать. Но опять-таки я хочу сказать. В любом случае надо расслабление. Так, да и после занятий с гирей болела голова с гирей. Болела голова. Ну, смотря, как мы занимались. Есть еще методики лечения по точкам акупунктуры. Биоэнергии, ага. Но у меня она идет очень туго. Значит, смотрите, чтобы заниматься лечением по точкам акупунктуры, биоэнергии, надо... Вот я оперирую только натуропатией, там, питанием, там, тара-та-та-та-та-та. Я даже не лезу вот в эти вот вещи, как акупунктура, знание точек, знание их неактивности, бериденова, так далее, так далее. И с биоэнергии особо не это, как вы сказали, вот так вот специально не работаю я, просто с помощью гравитационной гимнастики ее увеличиваю в целом. Поэтому лучше за это не браться, все эти вещи требуют специальной подготовки, специального обучения. И навряд ли вы можете так легко и просто все это получить. Либо же просто, знаете, сославшись, вот как здесь вот идет какой-то этот, я не знаю, сайт или статью, и по статье так легко и просто все это дело сделать. Не заблуждайтесь, не ведитесь на то, что вот якобы вам что-то там обещает легкого. Нет. Так, скажите, что реально помогает от радикулита, как мне заниматься, чтобы выяснить. Я уже рассказал все это, как снять спазм, что это такое. Лично я сам, лично я сам, вот когда вот эти, уже пошло там разрушение позвоночного столба, вот эти грыжи, я использую гравитационный гимнастик. Вы можете посмотреть, какие висяки используют. Так, где какие материалы посмотреть? Ну, есть статьи у меня, вернее, статьи были, сейчас в библиотеке нету. Есть видосы, где там я рассказываю о том, о всем, о спине и так далее. То есть есть несколько статей, вернее, видосов, которые вы можете просмотреть. Спасибо, что прочитали письмо. Так, пожалуйста, напишите реквизиты, чтобы я оплатил ваш ответ. Ну, дело хорошее. Вот, с уважением, Олег. Вот такое вот письмо. Я его разобрал, сразу же дал рекомендации. Остается просто-напросто немножечко вникнуть, делать. И вот это все, эта шелуха легко и просто поправимы. Но если не есть непонимание вопроса, есть заблуждения, которые вот как раз присутствуют, а мой канал как раз и для того, чтобы вот эти вот заблуждения устранять, то все получится. А если нет, то вот такие-то дела. Продолжение следует...